приветствую всех категорически сегодняшняя тема у нас легато на гитаре как его достичь и какие виды бывают и начнем с того что на гитаре по одной струне невозможно в принципе достичь идеального легато такое как определяется да то есть это когда предыдущая нота перетекает в последующую с таким неким наложением легким то есть это не педали еще да но ты как такое перетекание идет вот например давайте на фортепиано покажу то есть на фортепиано это просто допустим вот мир и дам играем я сыграл ми и когда я играю только тогда не отпускается не раньше то есть детка бы легкое наложение ну вообще такое миха наложение то есть не сильное наложение как допустим вот так когда сливаются когда педаль до нас то есть мы педаль не используем но это именуется педали за счет того что сливается но тогда вот поэтому легато во первых иметь степень свою да и на одной струне его достичь невозможно поскольку перетекание осуществить просто невозможно по одной струне все равно это будет что-то среднее между но на легато и легато да такое несовершенное да легато то есть возьмем другой вариант те же ноты до ре да только на разных струнах вот это легато видите на разных то есть я до сыграл ре убираю ой что я говорю наоборот то есть я до сыграл ре потом играю и до убираю да это будет педаль например когда вот так когда сливаются ноты то есть когда нота одна накладывается на другую в принципе проблема легато очень актуальна на гитаре поскольку все новички это где-то вся музыкальная школа и половину курсов в училище вот или даже там почти все училище музыкальная там играет ну как бы такое еще не совершенно легато я вам скажу даже более профессионалы вот настоящий высокого уровня даже не всегда где можно они доводят до того уровня легато до которого можно довести сейчас мы сначала обсудим без лиги да без не то лига тогда когда срываешь выберяешь а просто как таковой легато да то есть плавно и когда звук переходит плавно один другой а именно предыдущий последующий и так почему даже профессионал потому что они этого не сознают понимаете работа над легато она требует осознанности потому что да через несколько лет через пять десять лет когда вы будете много играть такой неустанной практике часа часами там на конкурса где-то еще где-то не за конечно у вас автоматически даже вы продаду не будете ли а то нелегато что там вообще и у вас будет все равно но она как-то со временем будет лучше но если вы поработаете над этим осознанно да то что сейчас скажу как это все это делается и вы таким образом сможете этот срок ваш скоротай то есть они через пять десять лет вы научитесь играть легато через три-два года ну в зависимости уже от вашей там практики от ваших всяких индивидуальных особенностей навыков и прочее да вот поэтому ну например и допустим играют многие профессионалы этот собор до момента вот этот вот вот и 90 процентов youtube играют но слишком сопливая и потому как то ли они специально для то ли неосознанно не знаю но нету лего то здесь есть дырки большие между аккордами да да а во первых собор да такое нечто да грандиозное строгое величественно надо играть во первых здесь построже чуть-чуть порезче и максимально легато то есть примерно так должно звучать видите то есть максимально быстро и молниеносная прикидка пальцев идет левой руки да то есть вот начало можно даже еще быстрее или вот фантазия ли няня да за место как там а вот сейчас туда потом аккорды такие нас тут видите было молниеносная прикидка до а девяносто процентов вот играть вот так примерно немножко привлечу да то есть там и не это то ли обыгрывают типа так они замедляют там что-то на самом деле просто им либо лень ну что-то очень сложно да такую резкую прикидку 9 синхронизацию между правой рукой вот то есть принципе что я хочу сказать даже профессионала а новички это вообще то есть ребята послушайте как играют там школах музыкальных это просто дырки везде сплошные да там и сиротка да кому там до мажор до стаката просто все какой там регата музыкальной школе это просто все стаката да то есть ну вообще то есть легата на гитаре это проблема проблема это падает как на левую руку так и направо сейчас мы все обсудим значит что нужно сделать чтобы достичь максимально возможного ну условного легата да мы понимаем что такое как там на фортепиано где-нибудь или на баяне или я там еще не знаю то есть достичь такого прямо от наслоения легкого да один звук на другой да будет ну невозможно просто потому что вот ты должен сначала придавить а потом сыграет то есть будет либо с дырками как играют школьники да либо будет с маленькими дырками с такими микро 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 дырками да и чем меньше этих дырок тем будет лучше звучать сразу когда играет профессионал это сразу чувствуется как там нету дырок вот этих да как слышите что он играет максимально ну вот ну кроме таких моментов там я указал да почему-то не во всех вот и хотелось бы чтобы это сложно играть максимально легата вы понимаете что такую перекидку сделать очень сложно то есть синхронизация должна быть просто бешеная между правой левой рукой видите то есть какая скорость перекидки это еще все без лажи еще права рука даже попасть вовремя то есть она раньше сыграет будет плохо внутри там непопадание либо позже сыграть будет дырка у нас понимаете да видите вот поэтому что первое что для чего что нужно язык заплетается значит первое что нужно для такого легат это синхронизация бешеная просто дичайшая правой и левой руки то есть чтобы получилось вот так то есть как только вы дотрагиваетесь левой рукой дала тогда у вас права должна исполнить звук да кстати в быстром темпе играть легата проще так вот когда даже школьники рачи то быстро там гамма например таком темпе потому что сама сама сменка идет быстрее до пальца и правая рука быстрее там она все как-то меньше дырка когда играет что-то медленно это просто слушать невозможно то есть это просто все стокотиси на какой-то ну все это как бы вообще полный бред да и значит первое да это синхронизация второе это быстрая перекидка левой руки то есть сменка каких-то там аккордов или нот понятно да и сейчас самое интересное будет правая рука что делает значит чтобы достичь идеального легата и вообще так лучше всего играть на гитаре да нужно извлекать звук очень резко это вот очень тонкий момент которые многие не знают многие знают что звукоизвлечения правой руки должно быть резкая неважно какой вы постановка играете вертикальная то есть вот тогда горизонтальная постановка кстати там видео есть насчет этот этих вот разница вертикальное звукоизвлечение это я так назвал его и горизонтальная там два видео я буду ссылку кидать в описании и обязательно нужно посмотреть любому гитаристу там они друг друга дополняют потому что первое называется там про отличие горизонтального звукоизвлечения что несу господи первое называется про постановку классическую такая да когда рука чуть-чуть ну вот так что палец туда нас и современная типа так вот я там рассказываю что оба варианта должна быть использована каждая из них имеется плюсы и минусы вот и спорить такой лучше это тупо потому что если вы одним играете вы не гитарист ну как бы гитарист на неполноценный да каким-то одним из играете и второе там дополнение там потому что бывает рука у людей вот так стоит да прямо тем не менее звук горизонтально даст вот так вот ну я немножко утрирую до что понятно было поэтому на втором видео я уточняю этот момент что я забыл про него сказать больше внимания в первом видео с акцентировался именно на вот этой постановке самой да вот короче обязательно посмотреть да не важно значит какой в руку играете так всяк опаянда тиранда не знаю тут вы играете или тут соплю вы играете или что-то заводное быстро виртуозное вообще не важно всегда звукоизвлечение резко даже вы если вы играете что-то ну очень медленно там не знаю как там сейчас да это у нас к люди 3 на виолобаса то есть неважно сопли вы играете кстати знаете на что-то похоже на эту тему как там дальше что-то там да 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 прям реально похоже да вот поэтому неважно да вот послушайте звукоизвлечение да вот видите между этими нотами даже если очень медленно играю максимально резкая правая рука до исполняет то есть без промедления никаких там да то есть она не ставится не ждет сразу она набрасывается на струну да вот здесь педаль здесь понятно проще то есть когда вы правой рукой играете не резко да вообще всегда запомните вот нету исполнения не резко сейчас повторяю это очень важно в любой постановке так вся вертикальная современная классическая не за там сзади будет на гитаре за шеей там или будете это самое там играть папаяндо какой-то тиранда или вообще всегда и быстро медленно всегда играем резко почему потому что во первых у вас будет когда вы будете рад не резко у вас будет репеть струна да когда будете касаться и медленно да вот слышно на такой призвук а по басам еще больше будет услышать еще это мелочь да но все равно будет слышно ее но самое главное вас никогда не будет легата то есть регата вот это вот понимаете вот слышно вот новички они они играют не резко да вот это одна из причин понятно что там еще и левая рука причина 2 3 это нету синхронизации между правой левой идеальной быстро молниеносной но правая рука вот это она не играет резко и поэтому там лажа да когда вы играете арпеджи да с нажимом то допустим на какой-нибудь все равно тоже идет резко и да такое молниеносное звукоизвечение чтобы избежать репения повторяю десятый раз и чтобы было легата да вот поэтому значит давайте суммируем что нужно для легата первое молниеносная перекидка на рук да то есть правая левая рука в смысле левая рука быстро это ну это просто одрачивается годами да то есть это надо просто брать сидеть как спорт это как знаете просто делаешь подход в зал приходишь и делаешь там подход на бицепс только берешь 20 раз делаешь потом отдыхаешь 30 секунд еще 20 раз делаешь отдыхаешь там он песка минутами там полторы минуты там или бывает две минуты неважно да опять делаешь и так каждый раз ты приходишь четыре раза недели просто ну и тоже делаешь монотонно то есть вот здесь то есть музыкантом может стать только бодибилдером понимаете да ребята вот я вам говорю как бывшие бодибилдеры тоже вот и то же самое это скучно монотонная работа но надо просто брать и делать иначе вы просто не станете музыкантом никогда вот и значит первое до левая рука второе это синхронизация правой левой руки тоже просто годами отрабатываются да и третье это резкое звуковое лечение это прям очень важно обязательно доделать хорошо надеюсь этим все ясно да теперь давайте поговорим про легато вот именно за счет левой руки на есть такое тоже у нас то есть мы просто что берем левой рукой срываем или ударяем да то есть если допустим ми и фа мы хотим сыграть у нас там написано в нотах лига или там просто захотелось так мы фа играем ми срываем да или ударяем наоборот ми на фа просто левой рукой но я не буду рассказывать как это все делается ну там миллион видео уже есть в ютубах мышь я это все не для новичков до рассказываем больше лет продвинутых ребят хочу сказать что бывают два вида лих и каждый из них тоже нужно использовать то есть когда вы ударяете она существует только в одном видео резкий удар да даже когда вы тихо играете он должен быть темно резкий но не сильный резкость и сила разные вещи да смотрите я делаю резкий но слабый да вот сильный сделаю еще расслабый если вы сделать удар нерезкий понятно да что у вас будет у вас будет тоже такое будет дырка да и нота будет плохо звучать да вы ее заглушите просто то есть она у вас либо заглохнет либо просто будет дырка между нотами да скорее будет даже первая больше скорее всего просто заглохнет у вас поэтому резкий удар да здесь все просто а вот на срыве есть два варианта есть типа так называемые итальянские лиги ну и обычные да и каждая из них должна использоваться в зависимости от случая от произведения да вот того что вы хотите там донести до слушателей то что вы хотите подчеркнуть например вот давайте для сравнения сделаю вот и значит чем отличие между итальянской да и обычно то есть обычно это просто вы срываете да вы как бы ложите вниз на чуть-чуть вот на следующую сторону так сказать играете хопаянта левой рукой да а итальянская типа да она просто вверх как бы просто вы убираете да то есть резко отрываете ее просто гитары то есть вы вы не срываете да чем отличие значит вот это обычная да вариант стандартный он громче и ярче да потому что вы прям срываете струну да вы как бы как бы подщипываете а итальянская лига она просто мягче да вот и все то есть например допустим когда я играю гранду вертюру там быть вот побочная партия да как там дальше да по-моему чего-то такое там да как вы думаете какую лего здесь использовал только что на всю гранду вертюр там она потом идет в ле-мажоре да то же самое я уже не помню ноты сейчас насчет такой да примерно вот только итальянская лига здесь у нас потому что я играю на пианисиму эту побочную партию да обратите внимание горизонтальным звукоизвлечением да почему горизонтальным и опаянда чтобы звук был максимально без свиста потому что если я руку разверну тогда вот все слышно да вот смотрите вот этот звук да когда по басам это вообще противопоказано но это отдельное видео это в тех же двух видео это все рассказывается но здесь тоже будет 5 как играешь форта почему играем пиано всегда горизонтальным звукоизвлечением потому что ты играешь форта аккорды хорошо играть вертикальный потому что этот свист ну если это по первым трем струнам его не слышно да где вы слышите свист видите громко все глушится если играете пиано у вас а свист одинаковый будет что вы играете громко что тихо что общий шепотом но может да чуть-чуть тише будет свист если вы играете сама резкость может быть чуть-чуть будет кстати когда тихо играете тоже должно быть звукоизвлечения резкая да резкая но слабая да вот я играю сейчас пиано допустим пианисимо да вот ну короче сейчас давайте мы уже начали сейчас говорить про свист да значит свистов при пиано ну может быть чуть меньше но все равно будут слышно потому что как идет таком соотношении пропорциональным вы играете по динамике в пять раз допустим тише чем на форте ну например да пианисимо такой жестко а свиста всего лишь в два раза меньше пример да чем на в чем на фортиси поэтому он будет глушено и вот сильно слышно да вот допустим просто но петличка звук сейчас снимаю да это не микрофон который здесь стоит обычно я ставлю там микрофон этот зум он такой ну просто бешеный там даже вот так рубашку все слышно сидит там трешь чуть-чуть да все слышно там да свист будет просто дичайшим образом заметен да вот конечно на петлю на эту но не сильно будет в зале будет когда в живой будет играть тоже такси будет но что-то среднее между микрофоном и вот петличкой даже на ближе будет к петличке то есть там тоже не сильно слышно но будет слышно да в зале все равно вот поэтому я играю горизонтальным звукоизвлечением чтобы добиться максимального такого четкого звука до такого то ну как бы он чуть-чуть тем более опаянно дай себе арал тиранда дам мы бы сказали что я проигрываю здесь в этом варианте в глубине звука поскольку мы знаем что такое звукоизвлечение оно равно опаянно да вертикально все в тех же двух видео которые когда ссылка будет там да там туда как плохое качество потому что снято на телефон там где лицо такое дебильное но ну телефон но она и так как бы может быть не идеально но такое но за телефон ну ничего главное чтобы там была суть понятна сейчас снимаю просто уже на камеры вот и поэтому у нас тут да паянда к горизонтальным звукоизвлечения так мы вернемся клигам да поэтому здесь почему я выбрал именно легато итальянская потому что резкая да вот это будет срыв да будет ну такое будет портить музыка хочется здесь максимально так тонко максимально изысканно это место сына пиани сима загадочно так чтобы знаете весь зал так если ты играешь зале насторожился там или запись какая-то все но чтобы это было все максимально чтобы их тоже не было признаков мерзких дата за счет левой руки идет призвук а почему мерзкий призвук потому что смотрите эта нота у нас играется здесь да возле дырки да звук мягкий здесь мы знаем звук жесткий то есть чем ближе к краю где струна прижимается тем звук будет более писклявый такой а лига нас до играется вот здесь вот видите какой тембр получается или в какой да поэтому этот срыв он так без того звучит но омерзительно резко ну как когда это надо но наоборот прикольно звучит но когда-то не надо когда хочется так как-то деликатно изысканно сыграть то много бы чуть мешает если ты играешь не срывом а просто как по итальянскому да вот отпускаешь эти чуть-чуть ты проигрываешь звуки да по громкости ну зато у тебя нет вот это вот пискля но на есть но меньше до значительно меньше поэтому видите так тонко красиво и изящно изысканно до собор допустим до возьмем это место здесь игра либо что-то среднее либо ближе к стандартам это сера же есть лиги жесткие да даже в этом месте на поставочку ухожу осознанно умышленно да вот то что ребята собор это не сопли это не да там первая часть немножко соплива да ну понятно прелюдия там какая-то доведет какие-то страсти христовы до собора религия там духовность то есть какая-то глубина там да мировоззрение такое у нас там мировоззрение меланхолическое да здесь но остальные части 2 3 они должны быть что величественность это не признанием любви там не сопливая изнеженная драма какая-то да то есть поэтому играть тут не надо прям сильно изнеженно да и поэтому я хочу сказать что как раз наоборот а тут у новичков таких даже знаете не у новичков они просто играют одну лигу там в вода то есть ну там пару раз где-нибудь там сорвай там до в школах музыкальных там или самоучка какой-то учится по пару лет да а вот это уровень средний гитаристов часто и у меня такое тоже было то есть ты начинаешь флудить короче начинаешь эти лиги играть немножко ну грязно то есть они у тебя не до срываны да скажем так то есть ты срываешь их некачественно у тебя что-то такое ну хаос вроде итальянской не итальянской и получается звучит ну не очень хорошо поэтому я рекомендую даже вот всегда то есть всегда можно легче будет там где-то и не сыграть не не очень резко на наоборот руку расслабить где-нибудь чем наоборот выиграть все максимально ярко и красиво поэтому я рекомендую играть с таким даже может быть преувеличением до припадом бельных темпах отрабатывать и мы знаем что работая на чистоту там или дома вообще просто занимаетесь седан играть медленно дам ты темпа но большая часть на занятия я вам рекомендую настоятельно именно срывай дает там так жестко срывать да чтобы была максимальная четкость чтобы прямо вот знаете такая резкость была она потом да когда вы будете уже играть в готовом варианте то есть никак вот упражнение не как вот отработка да можно будет чуть-чуть подрасслабить и не так сильно там прям ее жестко пищать да вот это вот не было такого где-то примерно в таком да вот варианте тут помоги ты играют итальянскую в одном месте у меня это идет как бы ребята уже на уровне таком знаете неосознанно я там просто слышу да но мне так само там где-то итальянская где-то обычная звучит да где-то если я хочу подчеркнуть да то конечно же надо поярче играть да поэтому в зависимости от кого произведения да надо так и так но очень часто вот тот гитаристы сейчас подчеркиваю среднего уровня они дату лигу итальянскую они ее то есть не итальянскую шо несу господи если у меня какой-то вроде что-то у меня вообще короче в общем ребята вы поняли да что еще надо сказать какие есть этюды на развитие от ты вот лих проработки этого ли такого и удары срывы это самый лучший идет который я знаю это вела лобос идет номер три я его врал в чистилище когда учился на вот я сейчас не помню только два аккорда вспомнил это очень медленно да сейчас что-то такое да там идет что-то там вот и просто этюд бомби вообще вот эти вот три четыре даже первые этюды вел лобос они просто вообще я вам скажу из всех этюдов этого цикла 12 этюдов там первые четыре и двенадцатый все остальное нечего играть ну седьмой часто играет но там такой не рыба не мясо это больше как она красивый этюд как больше произведения одиннадцатый тоже больше как произведение надо как-то ну какой здесь этюд ребята что вы здесь развиваете вот это да там дальше идет баба санта ну такое там тоже но блин ничего сложного и непонятно что он развивает вообще то есть первый этюд развивать правую руку 2 тоже очень хорошо там развивать перекидку аккорды до 10 до скачки ночью там своеобразная техника 3 дико развивать лиги помню но левая рука там тоже в шоке дать его прям встает левая рука я собираюсь и сразу раза подряд то будет жесть я вот кстати записывал недавно прелюдию бариуса по видео есть на канале да вот прям предыдущие перед этим который час вы смотрите прям до этого при люди и там тоже если играть в раза подряд там рука так еле доигрывает просто потому что баре постоянно да но бареус вообще вы знаете играть руки там растяжки дичайшие на все таки всякие то есть там ну все произведения там на русском на левую руку у него была видать хорошая растяжка и он там бывает аккорды придумывает этот португальский танец там тоже растяжки везде вечерние шортом тоже ли левой руки сейчас бас не перестроен да вот и короче ну знаете да и вроде бы кажется легкое произведение левая рука более меня левая рука это не мой конек у меня правая рука сильно развита а левая меня всегда кисть короче довольно убогая я вам скажу у меня напарник мой александр кондратьев как-то мы стояли с ним там я снимал с машины эти колеса менял на зимнюю или на летнюю резину а на летнюю зимнюю на летнюю менял что мы стояли он принес какую-то штукой типа знаете нажимаешь и там показывают сколько там давление там сорок какая-то цифра там то ли килограмм то ли еще чего-то короче так сжимаешь да просто типа как ну это не спандер да который этот кольцо резинового там просто какая-то штука не помню короче так я здоровый чувак там зал хожу типа ну сейчас почти не хожу вот так чуть-чуть раньше так и занимался я конечно больше него подымаю там штанги все это да и у меня по хвату выиграл там на сколько-то не помню то есть он не рука сильнее чем у меня то есть он сам такой парень по себе ну худой да то есть такой ну жилище такой да понятно но то есть и рука сильнее у нее рука вообще слабо у меня кисть она просто убогая жалкая и я вечно играю у меня тут такое ощущение что мне сейчас уже на грани еще вот сыграешь там собор дадут третью часть два раза подряд там тоже была рука такая ах и думаешь еще чуть-чуть и все на тебя зажмется эти баррэ постоянные какие-то да то есть это не мой конек но я даже у других спрашивают тоже этот прелюдия конечно жесть на левую руку тоже все это чувствуют даже у тех на руку рука посильнее моей будет да то есть да у меня рука сильная там поднимаю на бицепс там могу поднять штангу по удару тоже более-менее там грушу могу чуть-чуть зарядить да там но вот как бы кисть как-то вот тут вот она узкая до меня и что слабе что вот но мы отлучились короче вот этот тют это просто поголовно всем кто хочет стать музыкантом без него вы никогда не сможете освоить лиги да нормально и еще классная вариация идет у нас фолия да я не помню какие-то ноты вообще просто не помню от слова совсем там тоже вся вариация идет до фолия любит который автор на все идет на лифт тоже полезно вещь незаменимая ну фоли вообще-то как этюд там же каждая вариация своя техника там арпеджио из какой-то там очень не будущее позориться да там там каждая вариация имеет куда свою там технику да и но как идет очень классная штука незаменимая вот ну что вроде все сказал да значит ребята выводы какие подсуммируем значит чтобы играть легато а его нужно играть очень осознанно потому что на фортепиано там просто берешь и все там не надо учиться легатый рай это просто один раз играл там или два да вот но если хочет чуть с мозгами дружишь вот на гитаре легато это просто проблема проблем еще максимально красиво ли а то все кто пять лет занимается 1 гитара это просто слушать невозможно это просто все рывками скачками да ты просто стакатисимо все поэтому что мы делаем на счет левая рука скачки отрабатывать просто надо концентрироваться что просто вот просто брать и быстро руку до везде менять да правая рука что делать всегда играет резко вообще во всех случаях сопли быстро до медленно стаката они стаката что да стаката легато арпеджио аккорды тремоло в общем все да тремоло тоже хотел тоже надо просто накинуться да на струну чтобы не было призвуков никаких да все всегда играется резко и третий момент это психонизация просто левая рука должны работать как часики да дальше по поводу лик вот этих вот ударов и срывов что мы знаем два вида итальянская стандартная каждая из них должна быть использована зависимость от ситуации дело вкуса тоже еще кстати там и очень важно их как раз максимально четко научиться даже немножко при утрированно да хорошо срывает просто вот это прям это все можно хорошо вот на этюде на этом отработает да то есть вы прям так с привлечением всегда потом можно чуть-чуть расслабиться попуститься играть более нежно дашь мне будет такого до призвука ядерного резкости так ну все ребят спасибо за внимание короче пишите комментарии какие-нибудь там которые хотите я буду отвечать там но первую неделю или какие-то возражения если есть я люблю когда мне возражают так что пишите возражения может что-то я не так сказал кстати что пишите возражения может что-то я не так сказал что 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 я